Здравствуйте, меня зовут Марина Копытько и сегодня мы поговорим о кальции и о здоровье костной системы. Как известно, для профилактики остеопороза нужно вовремя начать принимать биологически активные добавки с кальцием и желательно, чтобы там содержался витамин D, который является проводником кальция в кости. Однако кальций выполняет в нашем организме еще много разных функций. Например, он необходим для проведения нервных импульсов, для сокращения мышц, для работы сердца, и это только малая толика его функций. Но основное, конечно, то, что кальций необходим для формирования костей и зубов. 99% кальция в организме находится именно там, и только 1% кальция распределен по другим органам и системам. Поэтому, если организму не хватает кальция, то он будет забирать его из костей, и они будут становиться более ломкими и хрупкими. Кальций содержится в продуктах как растительного, так и животного происхождения, но вот химическая формула, а следовательно и усвоение из них будут разными. Самая эффективная формула кальция находится в молочных продуктах. И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человек в день должен употреблять 3 порции молочных продуктов для пополнения содержания кальция. Порцией продуктов является 1 стакан молока или кефира, или 100 грамм творога. А вот чтобы получить такое же количество кальция из продуктов растительного происхождения, нужно будет съесть гораздо больше. Например, кунжута около полкилограмма, а петрушки целый килограмм. И еще подчеркну, для того, чтобы кальций хорошо усваивался, ему нужен проводник, которым является витамин D. Однако и этого может быть недостаточно. Если в организме нарушен баланс белков, не хватает витаминов группы В или каких-то других важных витаминов, то процесс усвоения кальция может быть затруднен. Кальций придает костям прочность, а коллаген – гибкость. Поэтому для организма нужно и то, и другое. Чтобы кальций максимально эффективно усвоился, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, не пейте газированные напитки. Во-вторых, следите за потреблением общего количества белка в рационе. И, конечно, важно убрать вредные привычки, в частности, курением. А вот у беременных, кормящих женщин, у детей, подростков и у пожилых людей потребность в кальций может быть увеличена. А я прощаюсь с вами, желаю вам здоровья и жду ваших комментариев, как обычно, под этим видео ниже. Продолжение следует...